Привет, друзья! Говно не тонет, так как не тонет экс-министр обороны Сердюков, который многим запомнился по тому коррупционному скандалу с которым он вляпался со своей любовницей Васильевой с хищениями в Рособоронэкспорте но вместо тюремного заключения уголовного преследования Сердюков получает новое назначение в вертолеты России это было давно ну а сейчас Сердюков как высококвалифицированный специалист вот такой специалист, который нарасхват вся отрасль, она вот ждет буквально, как переманить к себе такого ценного специалиста Сердюкова который на самом деле ничем не отличается кроме родственных связей с семьей премьер-министра через свою любовницу Васильеву больше ничем примечательным не выделяется этот человек не обладает никакими навыками никакой квалификации но всплывает, к сожалению, в моем городе в моем городе вообще много говна всплывает и вот он теперь будет входить в состав совета директоров Воронежского авиастроительного завода то есть состав совета директоров ВАСО который выпускает самолеты ИЛ ну, мало он развалил уже по пути своего следования я, потом не стоит удивляться не надо удивляться тому, что в каком состоянии у нас промышленность в каком состоянии у нас технологии когда министерство под ведомственную мантру хотя и сам мантру рыба-то гниет за головы сам мантру показал, что вместо того, чтобы развивать промышленность надо министрам тратить там по нескольку миллионов в сутки только на проживание в отелях во время заграничных командировок зачем в нашей стране что-то развивать? нужно главное, самое главное нам прокормить многомиллионную армию чиновников и сделать так, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно купались в роскоши а мы народ, мы как-нибудь вот ну, мы потерпим а технологии, кому не нахер нужны эти технологии? кому нахер нужна эта промышленность? поэтому можно поставить туда Сердюкова пусть она ее нахер развалит можно Чемизова поставить главой Растеха разворует все и развалит дома у нас японские телевизоры немецко-японская техника не надо ему удивляться телефоны у нас у кого там яблоко у кого там, не знаю, самсунги у кого какой-нибудь Китай но не надо уверяться у нас никогда не будет ничего российского при этой власти и нынешние назначения какие-то совершенно непонятные по родоплеменным отношениям по какому-то родственному блату они лишний раз тому подтверждают мне очень жаль, что он всплыл именно в Воронеже у нас дерьма и без Сердюкова в избытке всем спасибо подписываемся на канал ставим лайк и оставляем свои комментарии под видео всем хорошего дня пока в этой стране ничего не менялось трудное детство нищая старость все как было так и осталось умылые лица усталая вялость голодные люди сытая власть в этой стране ничего не менялось вечной пробки стойкой ges Продолжение следует...